Переходим к синдрому номер пять. Это девочка Герда. Герда, да, следующий сказочный синдром по Венере, это Герда. Я думаю, все помнят историю этой героической девочки. Ну, история тоже довольно морально тяжелая для окружающих, не для Герды. Дружила она с мальчиком. Ну, дружила, ну, рядом жили. Ну, что такого. Потом так случилось, что мальчика Кая забрала к себе во дворец снежная королева. Герда объявила всем, что она должна его спасти. Вот вы как хотите, сказала Герда, а я его отобью от снежной королевы. И Герда отправилась далеко-далеко на север, чтобы забрать Кая. Хотя, вообще-то, он ее об этом не просил и не уполномачивал. Это есть и в психологии, такой называется синдром спасения заколдованных женихов. Это когда, или невест, это когда, вот, допустим, вы встретили, не вы, девушка встретила молодого человека, а он оказался пьющим. И она сказала, нет, я его, я, да-да, расколдую, да-да. Тебя никто вообще не уполномачивал этим заниматься, но вот эта героическая любовь, я буду за него бороться, и там не поздоровится никому. Там она достанет всех, включая главного нарколога области, потому что она всех поставит на уши, на рога, но будет бороться. И Герда отправилась забирать Кая, путь был не близкий, но все, кто был на пути, обязаны были ей помогать. Ей там и калету дали, и то дали, и это дали, и никто же здесь спрашивал, а вообще, собственно, с какой радости-то мы должны тебе помогать. Дальше она ворвалась во дворец, нашла Кая, Кай ей сказал, мне тут нравится. Уже во дворце после этого утлого жилища, они там в мансарде с бабушкой ютились, попал во дворец, он ей сказал, мне хорошо, мне здесь нравится. На чистом датском языке сказал Кай Герди, а она этого как будто бы не слышит. Нет, я все равно тебя спасу. Потом вернулась домой хозяйка, так она еще хамила хозяйки. Мало того, что ворвалась в чужой дом, так она еще и снежной королеве там грубила. И в результате она его забрала и вернула в эту мансарду, так сказать, спасла. Это синдром Герды. Тяжелый случай. Как увидеть в натальной карте, увидеть легко. Венера директная рядом с Солнцем. Кто у нас Герда? Вчера одна Герда нашлась в зале. То есть легко увидеть, вот она Венера, вот она Солнце. И пусть только попробует какая-нибудь королева там вмешаться. То есть Герда, она... В чем синдром Герды? Это желание сразу принимать активное участие в жизни любимого человека. Там позвонить ему на работу, договориться об этом, об этом. То есть как бы проявлять большую такую вот активность. Фактически, как бы Герда это тот, кто полностью начинает управлять жизнью любимого человека. Хотя Кай ей сказал, что как бы меня все устраивает, я не хочу возвращаться, но его никто не слушал. Она этого хотела. И поэтому он, как миленький, вернулся. Это деспотизм определенный в отношениях. Быть Гердой. Вроде как все из лучших побуждений. Допустим, вы познакомились с мужчиной, он говорит, ой, а давай я тебя там подвезу, привезу, сделаю. Вроде как, да, вам это, ну, и приятно, и полезно, но он начинает свои услуги вам навязывать, да. То есть он как бы, что я это сделаю, ты без меня не сделаешь. Вот Герда, это вот это вот такое вот под видом любви, вмешательство в жизнь другого человека и желание всех вытеснить. Давайте посмотрим по таблице, как определить, что вы Герда. Очень просто. У Герды это номер пять, которая Венера или перед Солнцем, или после Солнца, то есть она может быть и утренняя, и вечерняя, расстояние в градусах там написаны, она не ретроградная, скорость проверять не надо.